здравствуйте мои дорогие ну что начинаем вышивать новый набор я его вскрыла чтобы не шуршать давайте глянем мою небольшую подготовку что я сделала так и для чего мне это нужно фирменная упаковка реолис вы знаете она не отклеивается на только рвется итак это прекрасная панда мать и дитя артикул 1159 еще из старой комплектации вернее со старой обложки но уже с новой комплектации здесь схемка я ее вам показывать не буду у меня есть копия и мы там чуть-чуть остановимся на ней на ключе сколько и как почему ну что 22 на 38 будет такая панель очка у меня то очень я хочу уже хочу начать и так конечно же инструкция общая инструкция наметить центр полотна цвет значков вышивка выполняется крестом в 3 нити так как у нас десятый каунт канве да готовые вышивку погладьте с изнанки ну все очень банально и очень стандартно но может быть кому-то нужно наверняка нужно и так вот что я вам говорила я вам говорила о копии значит упаковщица у нас 38 я думаю что понадобится значит используется 15 цветов ниточек в этой работе у нас значки все различимы цветные это уже копия потому как бумага сама глянцевая мне не нужна она давайте я вам вот так покажу значки собственно здесь вы все знаете как уриолис ну вот кто может быть и не знает но она ли к крупные хорошие значки что я буду делать я буду отрезать полосами по 10 клеточек и вышивать снизу до верху каким образом я буду это все осуществлять вот на двух листах схема ли я и все равно буду резать я разлиновала канву вот она это будет вверх это не снесутся галочкой осталось по 5 сантиметров с боков вот она у меня разлинованная поменяла иголочку здесь была огромная 22 девочки это не было это полено какое-то и не знаю как вышивать вот я по себе двадцать четвертую давайте на что-то и вам сейчас покажу да для сравнения к сожалению не смогу показать почему потому что вот она 24 она и так крупная а еще и 22 ну я не люблю такой вышивать я люблю вышивать чтобы сохранялась все таки знаете ощущение такой музыки есть такое слово мелизмы это мелкие украшения и вот я люблю чтоб вышивка была похожа не на ткачество больше не на ковер а именно вот на украшение на вот знаете когда ювелирная когда все вот это маленькая хрупкая но очень классно украшено вот такую вышивку я очень-очень люблю я еще наверное не доросла до например бандал и ни разу не вышивала от миробили схем очки да вот оригинальные схемы но я учусь вышивать на равномерки мой опыт первый опыт вышивки на равномерке я ему ссылочку оставлю это две игольницы замечательно они вышли но зато мне нравится вышивать гладью почему потому что как раз эти в одну ниточку меленькие стишки именно не гладят там в четыре пять ниток полной пасмой а именно в одну ниточку когда это нить обычная гамовская она переливается блестит как шелк поэтому вот очень-очень мне нравится ниточки ниточки шерсть окори давайте я не буду вытаскивать все из мультифорки не отсвечивает она сейчас я вижу вот в объекте вот так выглядят ниточки три оттенка зеленых несколько серых два коричневых пару оттенков коричневый коричневый светлый такой бежевый и есть более темный коричневый раз два три четыре оттенка черного достаточно много и белый но вот как то так дорогие мои пожелайте мне удачи и вам спасибо за то что вы были со мной за то что вы у меня есть начинаем вместе буду показывать продвижение вам постепенно ну я с вами не прощаюсь говорю до новых встреч а